Здравствуйте! Сегодня мы разберем ноутбук Acer Aspire 5520. При тесте специальными программами выдает повышенная температура процессора. Сейчас мы разберем и увидим в чем проблема. Вкручиваем все болты. Откатили. Снимаем крышку. В этом ноутбуке все предельно просто. Вентилятор находится под этой крышкой. Ничего больше разбирать не нужно. Здесь у нас все как на ладони. Теперь откручиваем все остальное. Процессор снимаем. Вкручиваем радиатор с процессора. Чтобы снять радиатор нужно открутить вентилятор. Без этого он не снимается. Постик. Так. Это есть. Вкручиваем следующую. Аккуратно. Снимаем вентилятор. И радиатор. Аккуратно. Чтобы не повредить процессор. Вот видим. Термопасту в принципе недавно я менял. Сам вентилятор крутится медленно. Поэтому возникают проблемы с перегревом процессора. Сейчас мы разберем сам вентилятор. На вентиляторе есть маленькие болтики. Вот здесь их нужно открутить. Это я хочу сделать для того, чтобы смазать вентилятор. Некоторые вентиляторы на многих руках можно разбирать и смазывать. Не все, но в некоторых моделях это функция есть. Это очень удобно. Если здесь так, то нам очень повезло. Открутили маленькие болтики и раскрываем. Вот это у нас вентилятор в разобранном виде. Пробуем снимать крыльчатку. Для этого можно попробовать здесь. Отличная процедура. Разборки прошла без проблем. Теперь все, что нужно сделать, это смазать оську и вентилятором. Втулочку. Вентилятором. Этот способ смазки придуман лично мной. Это моя идея. Она очень хорошо восстанавливает. Она очень хорошо восстанавливает этот метод. Вот. Капельку смачиваем смазочкой. Веретеным маслом можно. И собираем. Показываю еще раз. Это вентилятор в разобранном виде. Крутится намного лучше. И устанавливаем крышку назад. Вот такой у нас уже где-то собранный этот вентилятор. Закрычиваем. Все винтики на место. Все винтики на место. Все винтики на место. Теперь скручиваем все обратно. С помощью лопатки выравниваем слой термопасты. На чипсы мы наложили немного больше термопасты. Потому что там была специальная термопрокладка. и ее сейчас нет у нас. Так что будет так. Все. Устанавливаем радиатор. Аккуратненько. И вентилятор вставим на место. Обязательно подключить разъем питания. Часто забываем. Это сделать можно внимательно. Так. 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 Как видно. Так. проверяем качество закручивания все в порядке теперь устанавливаем крышку и докручиваем эти волки поехали проверяем работу сборка завершена теперь пробуем смотрим включается он или нет все окей запустился ноутбук можем посмотреть температуру процессора вот здесь нас есть все работает отлично спасибо за внимание до новых встреч спасибо за внимание Продолжение следует...